Советский районный суд избрал меру пресечения уроженцу Дагестана, который последние два года находился в федеральном розыске. Рустама Шахруддинова разыскивали за побег из изолятора города Махачкалы. В июне 2016 года он совершил побег через форточку приема пищи размером 24 на 20 сантиметров. Беглецу понадобилось три минуты на то, чтобы пролезть через отверстие. Спустя несколько лет выйти на след преступника удалось казанским полицейским. Как выяснилось, мужчина приехал в столицу нашей республики, чтобы посмотреть чемпионат мира. Но 22 июня не удержался и решил залезть в открытое окно одной из квартир на улице журналистов. Украв почти 70 тысяч рублей, он скрылся. На следующий день его задержали. 27-летний молодой человек был вновь заключен под стражу до 23 августа. В Советском районе на трамвайных путях произошла авария. На перекрестке Ершова-Новаторов столкнулись Рено и Лада 14-й модели. В результате игнорирования запрета на левый поворот пострадали две девушки. Из-за удара Лада 14-й модели остановилась на трамвайных путях. Полученные повреждения оказались достаточно серьезными, чтобы легковушка не смогла отъехать без буксировки. На помощь водителю приехали его друзья. Они поделились подробностями произошедшего. Он ехал прямо, а здесь поворот налево запрещен. Этот человек начал поворачиваться налево и перекрыл ему движение, он начал уходить. И вот результат. По словам очевидцев, обе машины ехали по улице Ершова от Советской площади. На пересечении с улицей Новаторов водитель Рено попытался повернуть налево. В этот момент в легковушку въехала 14-я. В салоне отечественного автомобиля помимо водителя было еще трое человек. Я отвозил. У нее перелом пальца большого на правой руке, а другую девчонку на скорую увезли. Точно не знает зачем. Получается, две девушки их увезли, а кто еще в машине был? Парнишка один. Он уехал с одной девчонкой. Ну, они парень с девушками, они уехали на скорую. Из-за аварии на дороге образовалась пробка, поэтому с проезжей части машины убирали общими усилиями. Ладу взял на буксир проезжающий мимо большевых. Неравнодушный водитель, застрявшего в пробке трамвая, помог сдвинуть место Рено и заполнить протоколы участникам аварии. Сегодня утром на пересечении проспекта Ямашево и улицы Фатыха Амирхана встретились два «Шеврале». По словам одного из водителей, ДТП произошло из-за несоблюдения правил дорожного движения. Обе машины поворачивались с улицы Фатыха Амирхана. В этот момент на перекрёстке по проспекту Ямашево проезжал троллейбус. По словам очевидцев, водители не хотели пропускать электротранспорт и прибавили скорость. Однако Лачете всё же остановился, а следовавший за ним Круз врезался в заднюю часть первой иномарки. Автовладельцы не стали дожидаться инспекторов ГИБДД. Они составили схему ДТП на месте и направились в управление, чтобы составить протокол. Сегодня днём в посёлке Левченко загорелись гаражи. По словам очевидцев, чёрные клубы дыма были видны на другом берегу Казанки. Как выяснилось, горели надворные постройки возле частного дома. Если у нас вот это сарайки пойдут, все пойдут, да, и вот это дома пойдут. Собравшиеся вокруг горящих гаражей местные жители испугались за свои дома. Дым, поднимающийся над постройками, был виден издалека, поэтому люди сделали вывод, что быстро разрастающийся огонь может перекинуться на соседние здания. Приехавшие сотрудники МЧС оперативно оцепили место происшествия и эвакуировали работников соседнего предприятия. Вот с производства вышел тоже хозяин. Давай вроде попытаемся сами. Нету. Вызывай быстрее сам МЧС. Они пока подъехали, уже полный разгорело. Открытое горение пожарные ликвидировали довольно быстро. По информации пресс-службы МЧС, площадь возгорания составила чуть более 20 квадратных метров. Между тем, собравшиеся очевидцы предположили, что, скорее всего, гаражи подожгли. Эти патроны вот бегут 5, чтобы листочек сломать, чтобы поджечь сигаретку забросить. Там заброшены в основном уже. А вы же старые заброшены там, да? И дети у вас. И дети, все, может быть, сейчас даже бутылка с водой будет лежать, может загореть, солнце-то какое. В какой-то момент появилась информация, что внутри горящего гаража могут лежать газовые баллоны. Но пожарным удалось вовремя потушить пламя. В результате возгорания из людей никто не пострадал. Иномарка на большой скорости протаранила ограждение, проехала по зеленой зоне, въехала в забор и скрылась с места происшествия. Инцидент произошел на пресечении улиц Фатыха, Амирхана и Читаева. Очевидцы, наблюдавшие за происходящим, рассказали, что после столкновения из машины вышли якобы нетрезвые мужчины. Четверо молодых людей подобрали обломки и уехали в направлении улицы Аддорадского. Позже автомобиль обнаружили на дороге недалеко от места происшествия. Найти машину помогли следы вытекающего моторного масла. Жители дома по улице Аддорадского пять дней не могли спокойно спать по ночам. На дереве на уровне шестого этажа застрял котенок. В течение всего этого времени люди пытались спасти животное сами. Мы смотрим в окно, видят, что котенок умрет, умрет. И в шестой день он сидит. Лидия Николаевна живет на шестом этаже дома по улице Аддорадского. Ее окна находятся прямо напротив того самого дерева. По ее словам, сначала спасти животное хотели самостоятельно. Попытки залезть на дерево, приманить валерьянкой или даже протянуть шестиметровую доску от окна до дерева, не увенчались успехом. Позже было принято решение вызвать спецслужбы. Мы обратились сразу, как нас всех учат, 112. То есть на все случаи жизни, которые происходят, неожиданно, мы все звоним туда. Но у нас заявку приняли 2.36. То есть приняли заявку, они сказали, что приняли. Но сегодня, видим, сейчас время уже... Сколько у нас сейчас времени? Примерно 10 час, я так думаю, да? То есть до сих пор никто ничего не предпринял, никакие шаги. И для спасения это маленькие существа. После того, как стало понятно, что спецслужбы приехать не спешат, жители дома за свой счет наняли альпиниста. Из-за сломавшейся ветки альпинист не только не успел поймать котенка, но и сам чуть не упал на асфальт. К счастью, все обошлось, а котенок, как и положено, приземлился на все четыре лапы. По словам спасателя, таких вызовов у него минимум два в неделю. По его мнению, сложнее всего вызволять уличных кошек. Они царапаются, когда их достают. Но упасть с высоты для кота более безопасно, чем остаться на дереве. Приговор за торговлю наркотиками вынесли многодетной матери. Судебный процесс состоялся в Нижнекамске. Уголовное дело было возбуждено сразу по нескольким статьям. Хранение, сбыт и употребление психотропных веществ. Я хочу, чтобы принять внимание. Снимайте, пожалуйста, у меня троих детей. Хрупкая, с милыми косичками и в гольфах образ беззащитной и заботливой многодетной мамочки мгновенно рассеивается, как только судья начинает зачитывать материалы уголовного дела. Девушка, находясь на испытательном сроке за хранение и продажу наркотиков, вновь совершила преступление. В феврале, во время контрольной закупки, у нее изъяли четыре свертка с запрещенными веществами и два медицинских шприца. По поводу наружного пояснения, что принадлежит ей предназначено отличное употребление. Действительно, подсудимая наркоманка со стажем употребляет 2003 года. Но следствие доказало, изъятое было приготовлено для продажи. Больше шансов многодетной маме не дали. Рецидив лишил ее свободы. Решение свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания с правительной колонией в общего режима. После оглашения приговора прямо в зале суда девушку взяли под стражу. Ее мольбы обойтись без наручников конвой оставил без внимания. Суд решил и судьбу 8-месячной дочери, осужденной. Ребенком займутся органы опеки. Что касается двух остальных детей, их воспитание ляжет на плечи бывшей свекрови.